Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Сегодня в Дагестанском управлении Федеральной антимонопольной службы пройдет пресс-конференция руководителя управления Курбана Кубасаева. Тема изменений в земельном кодексе Российской Федерации, а также нарушение антимонопольного законодательства, допускаемое органами власти при выделении в аренду земельных участков. Писательская организация Дагестана – одна из самых крупных в Российской Федерации. Сейчас этот творческий союз объединяет более 140 поэтов, прозаиков, драматургов, переводчиков, критиков. В Союзе писателей республики действует 9 национальных секций, руководителями которых является известный мастер-опера. Один из них – руководитель Даргинской секции Муса Богомедов. В истории Союза писателей СССР и России членами от Даргинской литературного общественности были всего 46 человек. Из них членов Союза писателей СССР – 17, а членов Союза писателей России – 29. Сегодня творят 29 писателей, из которых членов Союза писателей 6, а членов Союза писателей России – 23 человека. Из них один народный писатель Дагестана, Магомед Расул Расулу, и двое народных поэтов Дагестана, это Магомед Гамидов и Аминат Абдул Манапова. Что представляют писатели Дагестанской секции, какую литературу, стихи, тематика, допустим, какие-то книги? Сегодня разные жанры. Здесь очень у нас хорошо развита была основная поэзия, особенно во второй половине XX века. На новую ступень стала и проза. Это было связано с именами таких выдающихся личностей, как Ахмедхан Абабакар, Сагид Нухкадыч Абдуллаев. Тем более Ахмедхан Абабакар – это первый народный писатель Дагестана, который кроме своей литературной деятельности, он писал сценарии, и более десяти художественных фильмов были сняты. Сегодня те традиции продолжаются именно в прозе Магомеда Расула, в поэзии Магомеда Гамидова. Есть уже люди второго поколения писателей, тут Касумбер Меграбов, народные поэтисты Дагестана Аминат Абдул Манапова и другие. Мы можем ясно сказать, что есть то поколение, которое прошло со второй середины XX века, есть, которые только-только начали писать. Жанры разные, есть рассказы, повести, романы, стихи, поэмы. За раз в очередь, допустим, мы все знаем, что, к сожалению, с национальными языками у нас проблема такая. Это проблема всего мира, мировых языков, и ученые сегодня насчитывают количество языков от 3000 до 7000. Ну, по последним данным ученых Великобритании, я ссылаюсь на них, всего в мире 6700 языков. Из них 2500 занесены в Красную книгу как исчезающие. Ну, и потом, если перейдем к языкам народов России, конкретно к народам Дагестана, тоже это ясно, четко очерчутся те проблемы, которые присущи всем языкам народов Дагестана. А если говорить именно по даргинскому языку, то носителем даргинского языка является более 600 тысяч человек по последней переписи населения 2010 года. И, конечно, сейчас даргинцы заселяют более 300 сельских населенных пунктов. В них проблем нет с родным языком. Общаются, говорят, изучают литературу. Ну, проблема возникает при изучении родного языка в городской школе, так как не все владеют своим диалектом о школе, изучают литературный язык. И такая особенность из даргинского языка, что здесь наличие большое количество диалектов и горы, около 70. И порою не все представители одного диалекта и другого диалекта друг друга не понимают. А если будут говорить на едином для всего народа литературном языке, то поймут. А в школах тоже те 2-3 урока не решают проблему. Вот эта проблема сегодня острая, ожушается. Об этом говорят. Для них отдельные представители литературы готовят какие-то пособия, пишут произведения именно для представителей вот этой части населения. Новости культуры. Нагистанский театр «Кокол» примет участие в 11-м международном детском театральном фестивале «Маленькие леди, маленькие джентльмены», который пройдет 23-29 апреля в турецком городе Анкара. Наши кукольники представят спектакль молодого драматурга Шахризат Малаевой «Тайна персиковой косточки», который стал визитной карточкой театра. Не секрет, что многие российские борцы из-за высокой конкуренции предпочитают выступать под флагами других стран. Главный тренер страны Магомед Гусейнов резко выступает против подобной практики. Легионерство не должно быть. Легионерство дает не развивать вольную борьбу в регионах. Они, надеясь на этих легионеров, ничем не занимаются, ничего не делают. Это личные интересы тех людей, которые этим занимаются. Наживо и больше ничего нет. А этим они, наоборот, организуют развитие вольной борьбы тех районов на Сибири, в Воронеже, в Москве. Ведь в Москве и в Московской области редко кого услышишь, Иванова, Петра или кого-то все, в Якутии, Дагестанце, Осетии. Во всех регионах. Это неправильное решение. Лучшие российские борцы-юниоры греко-римского стиля съезжаются в Дагестан. 10-12 апреля во дворце спорта имени Али Алиева в Каспинске состоится первенство страны памяти Сурраката Осилетилова. Начало 10.00. Приходите. Будет интересно. И о погоде. В Тульском районах и на Бештинском участке слабая лавина опасность. В Махачкале ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. С ослаблением до 6-11 метров в секунду. Днем северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха 9-14 градусов тепла. Температура воды в море 7 градусов. Это все новости данного часа. О событиях дня вы узнаете из вечерних выпусков. А я с вами прощаюсь и желаю вам удачного рабочего дня.